Ну что, проснулись. Возвращаемся смотреть вторую карту между командами Телан и Трипичная Кукла. Будем смотреть, сумеет ли Флай со своей новой бандой в новом для себя регионе камбэкнуть в этой серии. Или покинет первую квалификацию и будет пробиваться уже через вторую. Попытки всего две, это не то чтобы много, поэтому надо что-то решать, надо что-то делать. Телан. Ну плохо сыграли, просто плохо. И сейчас пикают что-то ЕГэшное, вам не кажется? Тайтхантер, Бейн, Дарквилу. Это конечно везде сейчас пикаются, но ЕГэ мы регулярно видели таких героев, и Дарквилу в том числе. Но осталось только Разора на первую позицию взять. Для полного счастья. Вот это пойдет, это хорошо. Спектра это здорово. Спектра пусть будет. Спасибо. Спасибо. Ну и Дизраптор. Дизраптор как контракт в том числе Тайтхантеру. Против Дизраптора Тайтхантер сделать ничего не может. Против многих саппортов нормально. Очень часто Тайтхантеру позволяют ультануть, его пытаются пробить. Он покупает худ, все равно не хватает урона, и он рано или поздно свою кнопку нажмет. А Дизраптор не позволяет в любом случае. Ты стоишь, и твоя пассивка не работает против этого героя. Что, осталось по мидеру пикнуть и тем и другим. Вайпера убрали абсолютно правильно. Вайпер мог в центр здесь легко залетать. Он контрит и Тайтхантера, и Спектр. Вообще идеальный герой был, да, получается. Не сказать, что Спектра на 100% круче, чем Террор Блэйд. Множество было матчей, где ТБ переезжал в Спектру. Интересный бану Д. А для чего? И Дум. С другой стороны. Ласт пик от Эллен. Можно подстроиться, можно выбрать удобного мидера, который, например, законтрит вражеского. И все-таки Кунка, да. С другой стороны же Эмбер появился. В этот раз пойдет. Мне в этот раз драфт Эллен нравится больше, чем на первой карте. Если бы Войт, Спирит, например, был в центре против Кунки. Тут еще можно поспорить. Но Эмбер, если и линию завалит, он потом может создать движуху. Но он актуален против Террор Блэйда на любой стадии игры. Ну, пик пойдет. У Рэгдолл нормальный драфт. Абсолютно. С той, с другой стороны, есть два тонких саппорта. Причем саппорты такие, да, которые могут в тимфайте грязь сделать. И Дизраптор может своим ультимейтом все что угодно сломать. И Бэйн где-то поддержит в контроле. Забудут сбить, не смогут сбить. Не буду никому предпочтения отдавать в этот раз по драфту. Я понимаю, что просто на личном скиле где-то Телан могут в том числе затащить. Но на первой карте они были так плохи, что пока не убедили. Для того, чтобы появлялись какие-то новости, и было обсуждение, надо, чтобы Телан проиграли сейчас. Ну, вообще, эту серию. Думаю, язвительных комментариев в сторону флая, например, увидим достаточно много. Вот, ушел непонятно куда. Сразу же проиграл квалу. Давай проиграешь еще одну. Смотрю, там параллельно на четвертом канале первая карта до сих пор играется. Там уже 55 минут. Вован, наверное, счастлив. Ну, мы будем смотреть на этом канале финал в любом случае. И будем ждать, когда-то пара доиграет. Если здесь, например, будет 2-0. Обратите внимание, да, опять Рэгдолл по той же схеме выходит. В этот раз, правда, фраг сделать не получится. Телан не подставляется. Линии получаются такими, что на каждой из них может произойти убийство. Ну, на боковых имеется в виду. В центре, наверное, только если ошибется кто-то из игроков. Ну, на боковых, в принципе, смотришь, линии боевые. У Рэгдолла очень симпатичный оффлейн. Марс, Леон. ТБ. Нашли Тайтхантера, прогоняют его с руны. Это 3 руны, да? Да, это 3 руны для Рэгдолл. Это 3 руны для Рэгдолла. С одной стороны, Дабла такая сильная и атакующая у Рэгдолла. С другой стороны, это Спектра. Ее все равно чуть сложнее пробивать, чем многих других героев. Ну, в зависимости от раскачки самой Спектры, да? Там может качаться дисперсия. И Бэйн тоже не самый такой приятный персонаж именно для убийства. Он владает большим запасом здоровья. У него есть отличный нюк, который его хилит. Бэйн, это же единственный герой, у которого одинаковый прирост всех статов и одинаковые статы. Ну, такой он уникальный в своем роде. По 2,5 добавляется на всех левелах. На каждую характеристику. И начинает он тоже с одинаковых цифр. Статов много. Вот уже сейчас у него почти 700 хп. Способны ли здесь State Hunter плюс Dark Willow как-то помешать в ТБ? Ну, может быть. ТБ, когда почувствует, что дела идут не лучшим образом, будет нажимать форму. С формы уже State Hunter не сможет легко подойти и помахать своим якорем, да? Так, чтобы задевать вейдеда. В крайнем случае Террор Блейд уходит в лес. И опять же, фармит в лесу он быстрее, чем Спектр. Спектр, в принципе, как кор персонаж, один из самых таких слабеньких с точки зрения фарма. Нужно выбирать билд, чтобы ускорять фарм Спектр правильный. Раньше по-разному действовали. Кто-то играл через Блейд Мэйл, кто-то... Вообще, помните, урну собирал. Был этот предмет очень популярен на Спекте в одно время. И сабли я видел. Ну, сейчас... Как-то Falcon Blade гоним, да? Что-то такое собирают на Спектре частенько. Но все остальное забивают. ПТ, Falcon Blade, агоним, как-то так. Агоним очень страшный у Спектра. Этот агоним... Много шороху навел. На International в том числе. Погибает все-таки Дизраптор. ТБ осилить не получилось. Он уже форму давно прожал, она скоро закончится. Дизраптор уязвим. Дизраптор подставился. Он сам может атаковать. У него один из мощнейших самых нюков в игре на первых уровнях. Много урона наносит. На втором левеле довольно страшный нюк получается. Но он погиб первым. Кипи уже с колечком. Купит худ и на самого Дизраптора будет плевать. Да и на удары какие-то немногочисленные от ТБ. По большому счету тоже. Каждый удар будет отхиливаться там за считанные секунды. Ну а тут поймали. Уже Террор Блейда. Вот уже можно сказать, что у Талон лучше старт, чем в прошлой карте. На порядок лучше. Они не умирают. Они сами убивают. И убивают вражеского керри, у которого пока только 14 крипов добито. У спектра уже 15. И она прямо сейчас добивает. В отличии от ТБ. В центре тем временем Эмбер Спирит, как и предполагалось, будет нормально стоять против кунки. Крипстат у него хороший. Просто включается щит и начинаем кунку сжечь потихоньку. Да, от физического урона этот щит не спасает. Но они хотя бы на равных размениваются. Это не тот случай, где кунка прям разрывает линию. Хотя против многих героев он способен именно уничтожить. Тем временем нападение на Леона. Въезжает в него. Тот нажимает стики. Есть реген. Сразу же фласка используется. Леон стоит с полной маной. Даже не копает. Гэби постоянно фуловый. Действительно будет играть через Falcon Blade. Ой, а тут интересно. Не хватит же. Не хватит даже близко. Леон прилетел поздно. А тут перетяжка есть от Dark Willow. Ну и часть урона щит принял на себя. С другой стороны, держать корабль. Тоже нет смысла. Кулдаун очень маленький. Линию кунка пока покидать не собирается. На него тоже вроде выходы не планируется. Поэтому можно по кулдауну жать. Ну, хотя бы что-то выбивать с вражеского героя. У Марса отличный крипстат. У Тайтхантер аналогично. Вот сейчас, кстати, на Тайтхантера напали на топе. Не хватает же. Тайтхантер развернулся. Один раз якорем махнул. Снизил урон ТБ. И все. И этот урон вообще не чувствуется теперь. ПТ есть фейдедом. Можно уйти в лес при желании. Пока, я думаю, на линии еще постоит. Но в самое ближайшее время сможет уходить. Никаких стаков не вижу здесь. Никаких стаков не вижу здесь. Ну, вот один стак есть на треугольнике. Под кунку, наверное, хочется, чтобы стаки были. Он способен их зафармить? Вообще нигде стак. Ни на одной точке нет стаков у команды Рэгдол. ТБ ушел. Дизраптор остается на линии. Дизраптор таким образом может раньше получить 6-й левел, чем любой другой саппорт. Главное, чтобы линия в его сторону пушилась. И хотя бы видел, как крипы погибают. Хайт планирует играть через Юл. Хайт очень много погиб в прошлой карте. А, вот и пока не погибает. И сделал единственные два фрага в игре. Давайте посмотрим на Творце. Здесь, в принципе, тоже никакого большого преимущества нет ни в одной из команд. Спектра на последнем месте находится. Зато два других героя в ее команде принимают две первые строчки. Ну все, Дизраптор получает экспо, пока Тайтхантер активно работает по крипам, чтобы побыстрее вышка упала. Крипов нет. Его крипы, соответственно, подошли. И... А, обнаружили. Надо убивать Дизраптора в таком случае. Ему не надо было высовываться. В итоге икспы не получит и вышку отдаст. И погибнет. Слишком много минусов получилось. И ни одного положительного момента не произошло. Микота перетянулся наверх, чтобы помочь допушить вышку. Чтобы ускорить этот процесс. Руна. ДД. Ах, жид ее забрал. Армалет планирует покупать. На самом деле... Кунка не такой плохой герой против Спектра. Еще и потому, что он ведь Сильверейш себе купит. На Кунке этот предмет покупается просто по определению. На Медовом Кунке. Где-то попозже, да? После БКБ, например. А здесь Спектра. Ты обязан покупать этот предмет. Снизу фейдет. Также тянулся, чтобы помочь спушить вышку. Пока игра не радует нас большим количеством киллов. Но, может быть, первый фраг сейчас сделает Рэгдол. Есть первый фраг. На Тейтхантера пойдет? Атака пойдет, конечно. Используется и Арена, и Копье четкое. Рэвидж в ответ. Эмбер Спирит тут на самом деле может что-то придумать. Тейтхантер, конечно, погиб. И есть Хаунд. Вот он, Хаунд. Вот оно, первое подключение. Нужно Кунку каким-то образом добить. Кунку не добили. Кунка еще наверняка... Нет, не будет он разворачиваться. Хватит урона-то, Микота? А хватит урона, Микота? Не хватает урона. Ого. И Хекс успел поймать. Вау. Кунка. Он понимал, что фесты в КД, поэтому можно, может быть, попробовать развернуться. Какую-то кнопку нажать в Эмбер Спирит. И там уж команда поддержит, добьют. Не получилось. В любом случае, плюсовый очень момент вышел для Рэгдолл. Не только потому, что они 2 кила сделали, а еще и потому, что большой кулдаун запустили. Который получился очень неэффективным для Ателла. Они свой фраг не сделали с Рэвэджем. Тем временем, Микота уже сам получает прокаст от Кунки. Однако уходит из-под него. Здорово сыграл. Кота выруби. Не могу вырубить. Ну, пока не впечатляют, Эллан. Честно, не впечатляют. Вторую карту смотрим. Даже если они выиграют карту, серию. Ну, это пока... С другой стороны, а чего мы ждем? Вот команды, которые сколько, неделя? С какой радостью мы должны ждать от них побед с самого начала? Ну, пунквалы. Мощный соперник. С именитыми игроками в составе. Один Акшит чего стоит. Не знаю, что там в параллельном матче. По-хорошему, хотелось бы, наверное, оба коллектива видеть. Во втором дивизионе. Юго-осточная Азия. На первой карте проиграли по драфту, в первую очередь. Там их Вайпер идеально закрыл. Ну, и вот лучше не придумать там, наверное, героя было. Вайпер разорвал. На этой карте драфтанули получше. И играют, очевидно, получше, чем на прошлой. Вопросов нет. Параллельный канал ДТ-2 Рухап 4. Там вроде игра должна была закончиться, первая. Покажите, что закончилось. Ага, нет, сколько? 60 минут играешь. 66. Вот на команду голый трон. Вован там просто, наверное, в экстазе от того, что происходит. Залетел 1-3 покомментировать, называется. В open-qualах. Сейчас мало того, что первая вечность уже идет. Тогда вообще и все три могут быть. Ну, учитывая какая-то там борьба, да? Наверняка же вторая тоже не получится. Какой-то разгромный. Эмбер Спирита поймали в центре. Через арену, через корабль. Ну, в общем, все в него выдали. А чего жалеть? Спектра проигрывает ТБ. Это нормально. Так всегда было. Вот этот билд. Я вижу, там возмущаются люди, что медленно фармят Спектра. На самом деле, вот с этим билдом Спектра не фармит быстро. Ну, это невозможно. Это Falcon Blade несчастный. Это не Blade Mail. Совсем другая скорость фарма. Такая Спектра не может тендж это фармить. Вот бежит герой от точки к точке. Он не подставляется. Он не подключается с командой. Он один раз хаунд нажал. Все. Он бегает просто от точки к точке. И бьет крипов. Вот как он быстрее может фармить? Ну, наверное, чтобы фармить быстрее, здесь билд нужен другой, да? То есть, это замакшенный даггер и, наверное, вкачанный дизалейт. Тогда это, естественно, будет быстрее, чем с дисперсией. Ну, особенно, если ты по одному компу бьешь, а не эншентов, там, стаками фармишь. Типа, маленьких добил и большой крип у тебя умирает под дизалейтом быстрее. Ну, не знаю. В моем видении, это как-то так работает. Если ты вот такой билд айтемов собрал. Тут ТБ нашли. Ну, и тут и Хаунт, и Рэвэдж, и все нажали. И убили, конечно. Молодцы. А теперь главное уйти отсюда. Или нет? Или почему бы еще одного героя не поймать? Нет, ловят. Ловят Марсу. У Марса есть арена Кунка не с командой. Арену можно поставить. Если смысл, наверное, нет. Придется просто погибнуть и все. Ну, я не знаю. Такой билд сейчас популярен на спектре. Все так играют. Ну, большинство. Я не фанат. Я, наверное, больше сторонник билда какого-то старого. Жаль, отказались от Радианса. Помните, как на спектрах всегда играли Блэйдвейл и Радианс, например? Вечность фармим этот Радианс. Потом выходим, всех побеждаем. Но сейчас наказывают за это. Невозможно купить Радианс. Ты бегаешь с мертвыми деньгами очень долго. С большой суммой. Поэтому отказались. Фалкон Блэйд за недорого позволяет получить какие-то бонусы. Ну и агоним дальше. Агоним. Постоянные подключения. Драки с командой. Нет. То, что спектр проигрывает, спектр не должна находиться на первых трех строчках. Такое происходит редко. Обычно это как раз герои для того, чтобы проиграть начало и потом камбэкать. Против тебя персонаж, который иллюзии отправляет на разные спауны и фармит с ними. Ты априори не можешь с ним соперничать. Арены не получилось поставить в KP. А именно это, наверное, была первоначальная цель. Получилось убить только Бэйна. Если упадет вышка, наверное, это устроит команду Рэгдолл. Но можно выжить было чуть побольше из эпизода. Очень равная карта пока получается. Ни одна из команд сильно не ведет. У спектра нет хаунта. Нужно осторожнее быть. Вообще гэби перехватывать идут. Вот. Нашли. Подкопали. Без арены. Копье здорово. Кунка пошел со своим прокастом. Но урона сейчас на таком этапе должно хватать, по идее, по спектре. И пальцем добивает Леон. Второй, кстати, заряд уже получает. Ну вот это первая смерть Гэби. И сейчас не удивляйтесь, когда он еще ниже упадет относительно ТБ. Ну разница между ними увеличится по золоту. Просто подставился. Тут вард стоит, да. Всегда видно, если он где-то в этой области пробегает. Сместились. Справились. Пойдет. Айфскаде будет покупать себе ТБ. В этот раз БКБ, видимо, отложено потом. Либо вообще не будет брать. Ну не, наверное, придется. Придется просто попозже. Сейчас просто статы, статы, статы. Выживаемость даст какую-никакую. ДПС даст. У Леона есть Блинк. Дарк Виллоу. Я так понимаю, Юл, да, летит. Да, вот он Юл. Что, очередной реведж есть. Хаунд есть. Это, наверное, повод подраться. У команды... Соперника также есть все. Да, это вторая карта. Я, кстати, не знаю, почему здесь ромбики не выделены. Кунгам. И реведж блестящий. Блестящий по всем. Урон-то будет в этот реведж? Вот он хаун. Только сейчас. Почему так поздно? И арена параллельно поставлена отвратительно. Статик Шторм. Так себе минус Леон уже. На самом деле тут Рогдолл могут рассыпаться. Скастовали они все не лучшим образом. С другой стороны ТБ. Сандр-то прожал. Форму прожал. Начинает драться. Но... Не хватает даже близко. Но здесь КП. Разорвал. Пытается уйти отсюда Марс. Марс уходит. 4 в 0. Без шансов. Для Рогдолл. Абсолютно без шансов. Ну и вышка будет падать. Плохая драка была. Не готовы к ней были. Хантер просто прыгнул. Просто нажал и... Все. С этого начался провал. Террор Блэйд. Нажал все свои кнопки урона. Толком не нанес. Сразу же больше 3000. Сразу же и Спектра, да, немного проигрывает. Террор Блэйду. Ну что, это начало конца. Для Рогдолл. Да нет, конечно. Тут еще абсолютно все играбельно. Попробуют, ребята, перевернуть это дело. Трудности начнутся, как только Спектра купит себе Аганим. Пока Монт оставил. Аганим будет следующим слотом. Они не были готовы в той точке драться. Получилось, что Кунг оказался в эпицентре. Тайтхантера не видели. И Тайтхантер просто прыгнул в эпицентр. Из Раптора поймали в своем лесу. Вот тут зашел, видимо, как-то с Виженом поработать. Варды вылез с собой. Ничего сбить, ничего поставить не успел. Микота с Молниями вот-вот купит себе БКБ. С БКБ не будет получать контроль. Ну и, соответственно, убить его будет сложнее. Бейна убили на топе. Очередной заряд на Фингер. Ставится Арена. Есть Хаунд. Ну это минус Марс. Легко. И дальше, дальше продолжают. Продолжают гнать за Кунг. У Кунг, правда, есть БКБ, если что. В Спектру пойдет атака. Статик готовит ставить Дизраптор. Здорово. Террор Блейд подходит. Это минус Спектр должна быть. На Дизраптора, по большому счету, по барабану. Здесь надо, чтобы ТБ работал по остальным. Он уже нажал Сандер. И его продолжают гнать. Рэвидж есть. Вот он используется. Минус Террор Блейд. Опять плохо. Опять плохо подрались Рэгдол. Опять начали... По-хорошему, это не в полном составе. Марс там до основного тимфайта погиб. Опять ТБ прожал все. И опять не выжил. И да ладно, хоть Спектра отъехала. Так бы... Спектра сейчас фармила и догоняла Террор Блейда. Вот он, Блэкинг Бару Эмбер Спирита. Субтитры сделал DimaTorzok. Смоук Ладно, хоть не под Бэйном где-то нажали А нет, все спалились Потому что Дарквиллоу встретили Дарквиллоу получает прокаст от Кунки Хекс, палец есть Еще один заряд Сейчас они допрыгаются Сейчас Леон Настакает себя Интересно, что дальше будет брать Глиммер, да? ВКБ будет у Террор Блейда Уже все, нельзя игнорировать Реведж и остальной магический урон Думал сначала Скади брать После двух смертей подряд Решил все-таки переключиться на Блокинг Бар Осталось накопить на Свиток Вообще-то темп не самый Лучше сейчас у Террор Блейда Он проигрывает Эмберу Где-то видано, чтобы Эмбер Спирит Туп-1 держал Он отыгрывает хорошо 6-1-3 И фармит здорово с Молниями Ну тут просто нужно улетать Кунки Да, Леона продают Хаунд был использован Пока это Хаунд Скоро это будет Шадоу Степ А это уже Совсем другой ресурс Не такой дорогой, как Хаунд с меньшим кулдауном Такие саппорты будут умирать просто от него Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Не знаю Здесь, наверное, Телон Должны дожимать Но Спектра слишком сильная получается И самое главное, что Эмбер Спирит Посмотрите, какой огромный От Марса пользы не особо много Регдал нажимают Смок Пойдут в атаку Ну, допустим, нашли Флая, да? Допустим, даже Флая убьют Дальше что? А дальше не будет Тимфайты просто разбегутся Телон И мне обязательно здесь драться Их меньше Мембер Спирит далеко Спектра без ультимейта Пока нет смысла И Хайда все-таки зацепили А Хайд ушел Бля, я твою у него и брался Ну и все Теперь просто Дождаться Хаунд 10 секунд И подраться Флай уже возродился А Эггис в спектре Мембер Спирит, наверное, готов Вот так в лоб влетать У него ДД, у него БКБ Он вообще ничего не боится Вот прямо сейчас туда В огромную толпу И рэвидж кастуется В троих пока, правда Но первого убили быстро Второго так же Кунку отпустили Гонится Спектра уже за Фейденом Гоним, есть Спектра плюс 3 левела Относительно ТБ Да не Такое проиграть уже, наверное, невозможно Будет 1-1 Наверняка счет Ладно, узнаем В ближайшие минуты Это уже рефрешер на Тейтхантере Я что-то смотрю У него рэвидж есть Он же рефрешер себе купил Конечно, у него есть рэвидж Тоже огромный Тейтхантер получился Кунка в центре БКБ есть, наверное, поэтому Он не так сильно рискует Больше 5000 за Тейтхантер Больше 5000 за Тейтхантер Больше 5000 за Тейтхантер Смоук от Рэгдол Ну, такой смоук Пока не угадывают Расположение врага Ну, знают, где Спектра, очевидно Кунка поднимается в лес Вот там сейчас встретит людей Сразу же ловит Юул И вот он, рэвидж Кстати, рэвидж отвратительный Получился только в одну цель Сразу же корабль в ответ Тейтхантера пытаются продамажить Террор Блейд Где его урон? Не хватает Не бьет он толком А там держит в финсгрипе Марса Пока справились только с Бэйном А там Кунка в ответ погиб Все-таки ловят Террор Блейд А вот это катастрофа Если ТБ погибнет Он снова все нажал Сандер есть Допустим Но Спектра ничего не боится У нее Аегис до сих пор Она готова погибать Она хочет, наверное, погибнуть Погибает Первый раз Но ТБ погибает в ответ И у него-то Аегиса нет И здесь Спектра уже на вражеской базе Минус 4 Пятого они Тоже постараются не отпустить Пять в один Это был использован только один Реведж Рефрешер был в КД Ну что, наигрались, наверное, во второй Здесь уже будет просто делом техники закончить Там я вижу команда Кобальц Все-таки выиграла Кобальц, как правильно Первую карту В параллельном матче Еще одну жертву нашли Флай Агрессивно между Т2 и Т3 Цепляет людей Ой, арена Вообще ужасная получилась Кунка БКБ есть Вынужден нажимать Там реведж, ребят, есть Корабль в Тайдхантер Но вам же не хватит по нему Пока только Шадоу Блейд У Кунки Сильвера нет Минус арена, минус корабль Без фрагов причем Гэби уже с башером Кунка все-таки подставился Там реведж был использован Там реведж был использован Реведж был использован Рефрешер Пока Тут же надо продумывать Регдал план на игру дальше На последнюю карту На решающую На вылет Тайдхантер Возвращает Преимущество И вообще То, как протекала игра Было ничуть не хуже Рошан через 40 секунд Наверное, только после этого Будут думать о том, как закончить игру Телан Там у Гэби Баш сработал Он спил таким образом Телепорт Марса У Марса Ну, что, БКБ есть Так ли это поможет против спектра Наверное, нет Гэби До конца идти Может Вообще, через Хаунд Это делает интересно Потому что КП подошел БКБ Нажал Телепорта нет БКБ сейчас закончится Там Хайт уже на перехвате Поляну свою постелил Арена используется Для того, чтобы спастить Но тут гаж Здесь прилетает Даггер Должны, должны Дожать Марс Он все отдал Но не выжил Еще и Дизраптор отъехал Которого перехватил Микота Очередные 2 кила Для команды Телан Очередная вышка Им достанется Скорость пуши Конечно, так себе У Телан Но здесь Вынудят сдаться Я думаю После какого-то Разгромного тимфайта До трона Можно даже не дойти Селивереджку Он купил Ну вот, наверное То, что может Каким-то образом Повлиять на исход Этой карты Может быть Тайтхантера получится Убить до Реведжа Тем более До второго Может быть Саму Спектру осилят Без пассивок Леон Использует стант Попадает по бейну Сейчас его Убьет Рошан появился Еще и Гэби Фраг достается Для полного счастья Шард Кто заберет? Тут на самом деле Можно отдать Тайтхантеру Шард Чтобы пушить Быстрее Чтобы якорь Работал На постройке Марс Подняли его На Юл Просто зонили А вот здесь Никто не зонит Здесь просто прыгает Кейпит Здорово цепляет Двух героев Марс Посмотрите Как он рассыпался Как игрушечный БКБ от Кунки БКБ от Террор Блейда ТБ пытается Какой-то урон нанести По Тайтхантеру Даже наносит Какой-то урон Леон прыгает Но не в Тайтхантеру У Тайтхантера вообще Блокинг Бар есть Что придумает ТБ Как он здесь будет действовать Да никак Потому что реведж он ловит Второй после рефрешера Прожимает КП Леона также убьют Гудгейм 1-1 Телан возвращается В эту серию Не стали тянуть время Ни до каких там Тронов И так далее Дело не дошло Просто Сдались Ну что ж Тем интереснее будет Дальше Продолжение следует... 1-1 Будем смотреть Третью карту Вана там еще не начался Матч Ну в смысле вторая Не началась По крайней мере На стриме ее еще нет Что хватит Селенок У Рогдал Чтобы повторить Подвиг первой Или все-таки Телан как фаворит Дожмут Скоро узнаем Удем на перерыв Сейчас буду заходить Лобби Там задержка огромная С драфтами вернусь Далеко не убегайте Можете параллельно смотреть Четвертый канал Там по идее Игра может Скоро начаться Далеко не убегайте Далеко не убегайте